Выяснялось, что у людей в загашнике не то, что миллиона нет, а там нету и 100 тысяч, там нет и 50 тысяч. Какие вообще деньги, о чем бы, было бы, что инвестировать? Я не хочу знать, как это изнутри работает, но я хочу, чтобы это работало. Вот любимая женская позиция. Я в апотеку взяла квартиру, и она мне обошлась наличными моими деньгами 8,5 тысяч рублей. А нужно? Вот скажи мне раз, два, три, что нужно сделать, чтобы больше никогда не попадать в долги? Вот что конкретно сделать? Никаких целей, никаких планов. Это же вопрос денег. А деньги, они наравне, причем такие темы про деньги наравне с темами про секс. Деньги есть? Классно. Денег нет? Классно. Ну, то есть их всегда можно заработать. Всем привет! В эфире предновогодний авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Мила Колоколова, инвестор и рантье, автор популярного блога по финансовому образованию от блондинки и создатель самого крупного инвест-сообщества в России. Мила, я так рада тебя видеть. Я бы даже сказала, хайповая тема. И даже в некотором роде мужская тема. Да. И именно поэтому нам, девушкам, тоже интересно. И вот я хочу начать с того, как ты, в принципе, пришла в эту тему. Потому что, когда мы с тобой выступали на мероприятии, посвященном приезду Ким Киосаки, она со сцены сказала, что она вдохновлена уровнем образования российских женщин. И в том числе говорила о тебе, как о примере как раз девушке, которая восхитила огромный блог, огромные результаты. То есть она, как инвестор опытный, говорит о том, что она восхищена тобой, по сути. Да? А с чего ты начала? Вот именно как инвестор. Маша, ты знаешь, это вообще вот то, что ты сейчас говоришь. У меня же прям мурашки бегут, потому что вот мне это говорит Ким Киосаки. Вот позавчера мне это сказал Роберт Аллан на мероприятии, которое сейчас было в Москве, посвященное финансам, на тысячи человек. И он это сказал, и я сижу, и я, знаешь, как будто это такое вот, про кого это, кто здесь? И я оборачиваюсь, понимаю, что это про меня, хотя вот буквально еще 4 года назад этого не было. Это случилось 4 года назад, когда я в какой-то момент просто поняла, что я, ну знаешь, как вот, вроде как у меня все хорошо, но при этом вот что-то недокручено. То есть какая-то сфера, ну, она требует больше реализации. Я думаю, что у тебя тоже такое бывало, в какой-то, ты знаешь все, ты понимаешь, что нужно с этим что-то делать, но ты откладываешь. Ты про 20 тысяч говоришь? У меня сейчас такая ситуация. Я считаю счастливой как раз. Понимаешь, вот у меня вроде деньги были, у меня опыт хороший, бизнес-опыт, я умею зарабатывать деньги классно, я умею классно класть на депозиты, да, на счета в банках, я умею классно дома копить. Я прям супер в этом молодец, я вообще класс, но я не умею их приумножать. И я понимала, что это тот навык, который просто ему нужно научиться, как и любому другому, например, бизнес-навыку. И, в общем, я начала искать, а что же делать, да, что делают люди. Ну, есть ли какие-то примеры сейчас у нас в обществе, в жизни, да, где люди классно умеют инвестировать, умеют приумножать свои деньги. Я стала искать, и я натыкалась на какие-то, знаешь, такие мужские примеры, типа фондового рынка, недвижимости, ну, то, что все, в принципе, знают, и то, от чего голова, ну, вот у меня лично немножко кружилась, потому что, ну, где вот эти цифры, где я вся. То есть я не хотела вот этим всем заворачиваться, считать эти графики, анализировать, вот этот вот котировки, какие-то страшные слова. Ну, то есть я просто не хотела в это влезать. То есть я хотела, и я не хотела. Ты хотела быть инвестором, но не хотела играть по тем правилам, которые тогда были. Точно, я очень хотела иметь еще один источник дохода, я всегда понимала, я же читала Киосаки еще в 2000 году, я прочитала «Богатый папа, бедный папа», я все знала. Я знала, как круто быть инвестором, что инвестор – это цель даже всех бизнесменов, но как-то это было не про меня, понимаешь, то есть вот вообще не про меня. И я начала что-то думать, ну, что же делать, стала искать, а кто это уже сделал, кто уже там, где я бы вот хотела оказаться. И я не могла найти женского примера, а я искала женский пример. Потому что мужчины как-то очень, ты знаешь, как-то они так вот очень серьезно, очень так вот важно очень говорили и непонятными словами, я вообще ничего не понимала. Ну, то есть вроде я не совсем дура, но как-то вот до меня не доходили эти вещи. И то, что для них, ну, а что там, поди, купи, сделай доходный дом. Что доход? Никто не расшифровывает, никто не объясняет, что конкретно делать. И второй момент – я не хотела это делать своими руками. Я не хочу въезжать в эти ремонты, в бригады, в архитектуру, в узаконивание. Я не хочу знать, как это изнутри работает, но я хочу, чтобы это работало. Вот любимая женская позиция. И, в общем, пришлось таранить самой. И первый мой опыт, он был как раз связан с недвижимостью, ну, потому что это то, что понятно, то, что очевидно. Я купила квартиру на нулевом этапе, она у меня, ну, подросла в цене, да, она у меня сдалась. И я была на этапе выбора, какой ремонт сделать. Я решила попробовать поступить нестандартно, сделала из однокомнатной квартиры, сделала двушку. И сдала по цене однушки. И этой квартире сейчас уже больше четырех лет, и она сдается. И приносит в два раза больше денег, чем однушки. Хотя мне все предрекали неуспех. Все, начиная от риэлтора, моей знакомой, заканчивая теми ребятами, которыми там делали ремонт. И они говорили, это все херня, и это не будет работать, и ты никого сюда не заселишь. И как можно жить в этих лачушках 18-метровых? Понимаешь, прошло 4 года, я ни разу еще там не делала ремонт. Я ни разу, я даже не приезжала туда, Маша. Я даже вот, правда, честно, я даже не знаю, что там, как там. Мне иногда присылают фотографии, но я даже их, честно, даже не открываю. Я знаю, что там все хорошо, и квартира приносит два раза больше, чем однушка. Вот такой вот первый был шаг. Потом, конечно, я сразу же решила, что между первым и вторым там как бы долго-то не надо тянуть. И я сразу взяла еще три ипотеки, сразу купила еще три квартиры. То есть я решила, что если уже гулять, так по полной, а дальше затянула. А дальше затянула, потому что я уже понимала, что обратного хода нет. Хорошо, но вот смотри, у тебя сегодня, ты не только инвестор, но ты еще и обучаешь других. То есть ты делишься технологиями. А как ты перешла от стадии, я делаю это для себя, в стадию я рассказываю об этом? Вот где вот этот момент, что ты вдруг понимаешь, что тебе есть чем делиться, и ты начинаешь кому-то рассказывать? Я первый год, честно, ничего никому не рассказывала, потому что, ну, ты знаешь, у меня был опыт, мой бренд, собственно, предыдущего, предыдущего моего опыта, он был про другое. Я была последним, мое место работы было, я занималась тем, что я написала книгу «Путеводители по созданию бизнеса в интернете для женщин». И я вела проект «Ла Скул, бизнес по-женски в интернете», и, собственно, я не могла выйти к своей аудитории и сказать, что теперь все мы инвестируем в девчонки, значит, переквалифицируемся. И у меня какой-то вот этот внутренний стопор, я знаю, сейчас вот у многих, я думаю, те, которые, знаешь, в одну тему вошли, они потом не знают, а как же из нее выйти в другую? Да, это частый запрос к нам на консалтинг, вот как перейти в новую сферу, которая уже зажигает, вот это уже как бы понятно и знакомо, как перейти, вот как? Я целый год над этим вот мучилась, честно тебе скажу, я вела параллельно несколько тем, то есть я пошла обучаться, как себя продвигать через Инстаграм, и параллельно я в Инстаграме делала вот эти вот касания, да, продающие, и то книгу я по интернету продавала, то я что-то там рассказывала на тему реализации предназначения. У меня в голове три темы крутилось, реализации предназначения человека, бизнес по-женски и инвестиции. Я очень аккуратно там про тему финансов, инвестиций так раз и смотрела, что лучше зайдет. И по количеству обратной связи, собственно, я понимала, какая тема интереснее. Ну и сама просто, знаешь, когда пишешь посты, а сама я пишу посты, вот уже 4 года я сама пишу посты, каждый пост это мой лично, вот прямо вот написанный. И я вижу же обратную реакцию и свою, и аудитории. И в какой-то момент мне просто надоело писать про книжки, продавать их за 1299 рублей, из которых вот моих личных там, ну совсем чуть-чуть я зарабатываю. Я подумала, а зачем вообще это все делать, если можно это не делать? Я была беременна первым вот сыном как раз, и я решила, что проведу-ка я вебинар, ну поделюсь просто своим качеством, только для своей аудитории, вот которые меня уже знают, знаешь, которые там уже годы за мной наблюдают, расскажу-ка я просто про вот, ну как я вот квартиру купила, например. А у меня был такой классный опыт, я в ипотеку взяла квартиру, и она мне обошлась наличными моими деньгами 8,5 тысяч рублей. Одну шкур, представляешь, в Москве взяла? Мое лицо просто. Да, за 8,5 тысяч рублей. И я думаю, ну прикольно же, да, рассказать, ну просто поделиться, не с точки зрения обучения. Забегать вперед, а сейчас такие схемы возможны? Возможно с нулем вообще, с нулем денег возможно. Друзья, и в полной версии интервью мы узнаем, как это возможно. Ты можешь нам рассказать сегодня позже? Могу рассказать, вообще легко. И это действительно рабочие схемы, и они работали как 4 года назад, так и сейчас. Я думаю, будет, что вечно у нас работать. То есть ты обычно начала на вебинаре, на этом рассказывать про свой опыт, как ты это делала? Я просто собрала вебинар, туда пришло человек 20, заплатила мне там, по-моему, 3 тысячи рублей первый вебинар у меня стоил. Да, были такие цены когда-то. И это было вот 3 года назад уже, да, 3,5 может быть. Провела первый вебинар без ожиданий, без какой-то, знаешь, там, продолжения, без, как это, вы должны, прежде чем начать, должны видеть цель свою, никаких целей, никаких планов, вообще ни о чем. Просто вот рассказала. И все, а дальше увидела такой отклик, что меня начали, а расскажи поподробнее, а как ты узаконила, а как вообще все это делать, а как нам купить? И я говорю, ну как, вы повторяйте, просто делайте так, и все. То есть я не была готова, знаешь, там вот дальше идти как-то вот во все вот. Но так как я увидела спрос, да, я уже родила малыша, сына родила. И когда ему там был месяц или два, я провела свой второй вебинар, потому что я уже узнала еще другие фишки, я взяла еще новые ипотеки. Ну, в общем, и как-то вот со своим развитием я параллельно делилась, ну, делилась так вот, между собойчики. А как ты перечла, вот я знаю, что у тебя один из хедлайнерских таких продуктов, знаешь, какая такая тема, основной продукт, это вот курс «Финансовая свобода», я правильно понимаю? Вот как ты создала вот именно большой такой курс полноценный? Курс «Финансовая свобода» два года и три месяца сейчас. Я его запустила, когда через два дня, после того, как я узнала, что я беременна уже второй раз, у меня дети по годке, и я понимала, что... То есть уже я сняла эти видео, уже, да, вот для уроков, и тут я узнаю, что я беременна, и я понимаю, а у меня жуткий токсикоз всегда. То есть я знала, что сейчас будет меня штормить, и вот у меня на чаше весов вести, не вести, и я подумала, надо вести, потому что это такая, знаешь, была моя. Вот прям галочка, которую обязательно нужно было сделать, потому что, когда я пришла в Инстаграм и зашла с темой финансов и инвестиций, то есть на меня люди смотрели совершенно дикими глазами. То есть какие вообще деньги, о чем бы было, что инвестировать? И когда я проводила такие мини-опросы, выяснялось, что у людей в загашнике не то, что миллиона нет, а там нету и 100 тысяч, там нету 50 тысяч, я понимаю, что надо с людьми говорить на их языке. И я думала, а какой продукт сделать? Если я зайду сейчас с продуктом по инвестициям, меня пошлют просто все. Скажут, что такое инвестиции? Ну да, до них надо расти. Я начала с продукта адаптированного, то есть базовая финансовая грамотность. Как сделать так, чтобы у тебя были деньги всегда? Как сделать так, чтобы привлекать, сохранять и приумножать деньги? Вот об этом мой курс. Это базовая финансовая грамотность, которую должен знать каждый взрослый человек, передавать по наследству своим детям и внукам. Вот, и так появился курс «Финансовая свобода». И сейчас уже прошло 10 потоков, вот, и сейчас уже больше 1300 участников. И этот курс, который, ну вот, ты знаешь, вот я от души его рекомендую. У меня куратор проходит по 3-4 раза этот курс, да, сами, и каждый раз они пищат от восторга, потому что они кайфуют реально. Прикольно. Хорошо, а вот все-таки финансовое образование от блондинки. Вот твоя аудитория – это кто? Что это за девушки? Моя аудитория. Девушки, женщины, мамы, кто это? Моя аудитория меняется вместе с тем, как меняюсь я сама. Когда я пришла только в Инстаграм и когда я начала вообще заниматься инвестицией, у меня было на уровне, знаешь, попробовала, получилось. Ой, что, если получилось, круто, давайте я вам расскажу, как у меня получилось. А с ростом моего, скажем так, опыта инвесторского, то есть я уже сейчас, у меня уже сейчас не две стратегии в арсенале, а 20. У меня сейчас там доход, скажем, не несколько десятков или сотен тысяч рублей, а, ну, на порядке выше. И, соответственно, другие люди. Я говорю на другом языке, я какие-то очевидные вещи уже с другой стороны к ним подхожу. Соответственно, все по-другому. И у меня уже сейчас это не женщины. У меня сейчас аудитория примерно, знаешь, 60 на 40, наверное, женщины и мужчины. И я очень за семейственность, я за то, чтобы люди вместе это делали, потому что инвестирование, знаешь, это очень такой щепетильный момент, вопрос. Это же вопрос денег. А деньги, они наравне, причем такие темы про деньги наравне с темами про секс. Но на самом деле это что-то такое, о чем как бы люди, ну, не готовы открыто, да, поделиться, сколько они зарабатывают, сколько у них дома лежит в сбережениях и так далее. То есть люди боятся, люди боятся, люди боятся взять ответственность, люди боятся шагнуть в эту пропасть. И поэтому, когда ты вдвоем с мужем, например, это очень классно сделать вместе. И поэтому у меня сейчас это женщины и мужчины, но первый посыл обычно идет от женщины, потому что у меня основной канал все-таки это Инстаграм. Но сейчас вот я подтягиваю Ютуб для того, чтобы и мужскую аудиторию тоже привлечь, потому что ее здесь больше. И это люди, которые, ну, они уже зрелые. То есть у меня, конечно, есть и 18-летние, 20-летние девчонки, но в основном это уже люди, которые пришли к пониманию, что что-то надо менять в своей жизни, что вроде что-то как-то все хорошо, но может быть еще лучше. Либо это те, у которых сейчас не очень хорошо, и уже давно пора заняться этим. У меня был момент в жизни, когда я била копилку, и я никогда этот момент не забуду. Когда вроде бы со стороны все хорошо, и люди думают, что у тебя в принципе все нормально, а ты живешь в такой просто дыре, что надо менять что-то срочно. И вот этот вот момент, знаешь, переломный, здесь дело не только в мотивации. То есть человек, может быть, и хочет, но он не знает, что конкретно делать. Вот как? Вот скажи мне раз, два, три, что нужно сделать, чтобы больше никогда не попадать в долги? Вот что конкретно сделать? И вот этому я обучаю. Вот это вот моя, знаешь, как это, миссия на уровне миссии, передать вот то, что я сама пережила, чтобы такого просто ни у кого никогда больше не было. Вот, друзья, давайте сейчас очень важный момент. Я предлагаю, вот, я подписана на Милу, поэтому я знаю, что она думает по этому вопросу, но я хочу спросить в том числе для вас, потому что, знаете, есть такие спорные темы, сейчас будут спорные темы, у тебя по некоторым из них такая непростая точка зрения, которая может идти вразрез с тем, что вообще принято вообще. Вообще, кстати, недавно, да, я видела в одном из постов, что когда ты рассказываешь про свои стратегии, некоторые мужчины, они как бы скептически изначально, они не ожидают услышать от таких вещей, когда ты вживую выступаешь, да, есть такая тема? Да, вот я выступала уже позавчера, и мужчины, ты знаешь, как, они вот слушают, да, потом, когда все собираются после, да, выступления, вот так вот вокруг меня вот так собираются, женщины в первых рядах, первый ряд, второй, третий, а мужчины там в четвертом ряду, такие типа, не-не-не, я просто послушаю, я просто послушаю. Потом вдвоем, вдвое мужчин собрались, значит, силами, подходят ко мне в коридоре и говорят, вот, Мила, у меня как раз жена в декрете, вот я ее к тебе отправлю. Пусть уму-разуму наберется. То есть у мужчин есть некое такое вот, что, во-первых, как может женщина, там, блондинка, еще она разговаривает, о, ничего себе, да, серьезно, еще, и, понимаешь, у них не состыковывается, как бы, картинка с содержанием, и вот это вот, нету, когнитивный диссонанс у них появляется, да, и не понимают, как это, то ли слушать, то ли смотреть, и о чем это вообще, стоит ли вообще на это обращать внимание, поэтому он говорит, вот пусть моя жена пойдет послушает, типа, это инстаграм, это все для... И ты знаешь, в принципе, мне очень нравится вот этот вот образ, что вот, ну, там, да, они так относятся ко мне, ну, ну, что там, ладно. А то, что мы в прошлом году, наше сообщество проинвестировало суммарно, да, вот те люди, которые проинвестировали суммарно, примерно на 400 миллионов рублей, то есть, собственно, ну, как бы, ну, балуются девчонки, да, играются, еще в перерывах между шопингом и макияжем, значит, мы вот, да, балуемся немножко инвестицией. Хорошо, прежде чем говорить про инвестиционные стратегии, у меня к тебе близится вопрос про деньги. Долги. Давать, брать, хорошо или плохо? Обязательно брать, потому что, если это хорошие долги, если это хорошие кредиты, то есть, те, которые ведут к увеличению твоих доходов, то почему бы нет? То есть, это новые деньги из чужих денег, отлично. Если это плохие долги, то есть, купить холодильник, стиральную машину, машину для себя и так далее, то есть, это плохие долги, конечно, нет. И не давать категорически, потому что заработаешься только врагов, и, ну, вообще лучше в эту историю даже не втягиваться, точно. Ага, то есть, давай, значит, долги хорошие, это те, которые ты берешь для того, чтобы приумножить деньги, а долги плохие, это те, которые ты берешь для того, чтобы жить на каждый день. Да, да. В таком ключе. Да, но более того, то есть, я считаю, что покупка квартиры в апотеку, это плохой долг. Так, разобъясни, вот второй был вопрос как раз, очень популярный вопрос. Да, вроде как хорошо, да, свое жилье. Мы же, ну, для многих, что, ну, правда, это же так и есть, мы стремимся жить лучше, и в нашем понятии жить лучше, это купить себе жилье, правильно? Да, определенный статус, да, это определенная галочка, это определенная цель. Ну, вот у любого человека спросишь, свой дом, своя квартира, свое что-то. Знаешь, я к этому вопросу отношусь немножко вот с другой стороны, потому что зайдем с того, что я вообще считаю, что привязка к любому материальному, это не есть хорошо в целом, в принципе. И если для тебя вот что-то является значимым, вот это вот мой сервиз, который мне подарила бабушка, вот это мой диванчик, на котором сидела моя кошечка, и он у меня обязательно должен быть, иначе это буду я, не я. Но тогда это немножко такая зависимость от материального, от вещей. То есть, получается, я себя ассоциирую с вещью. Есть моя квартира, значит, есть я. Нет моей, то есть, или как говорят, моя квартира – это место моей силы. Я здесь напитываю, здесь все мои вещи, и я вот здесь вот благодаря этой квартире, я там что-то. Для меня это, наоборот, это зависимость. То есть, чем меньше у меня зависимости, чем меньше у меня ограничений, тем свободнее я становлюсь. У меня вот такой подход. То есть, я к этому постепенно тоже пришла. У меня был достаточно долгий период бодания с мужем, когда он говорил, «Да нафига вообще держать всю эту недвижимость, там машина, есть же каршеринг, есть такси». А для меня это вот, ну-ка, это же мое. Мне же надо вот, чтобы только одна моя попа здесь сидела на этом сиденье, и не дай бог там кто-то посидит. И он говорил, «Такой кайф жить в отелях», а я говорю, «Как в отеле? Там же все вообще чужое, а тут вот все мои». И вот у нас было вот это вот бодание, да, а потом до меня дошло, что действительно, я же себя привязываю к этим вещам, покупая дом в Испании или где-то еще. Это не просто пассив, который я там деньги зарываю, это вторая, да, страна. А это просто даже вот, то есть я себя, где я буду отдыхать летом? В Испании. Почему? А потому что у меня там дом. Куда мы поедем с друзьями на Новый год? В Испанию. Почему? Потому что это такая прекрасная страна, мне там так нравится, поэтому все свои отпуска я буду проводить только в Испании, только в этом доме. Ну, понимаешь, да, чем я говорю? Да. С другой стороны, деньги, вопрос денег. Ну, вот скажи, зачем вкладывать деньги даже в первый взнос по ипотеке, если ты эти деньги можешь инвестировать, чтобы они тебе приносили доход, который будет покрывать тот уровень, то качество жилья, которое бы ты хотела уже сейчас, не когда-нибудь через 10-20 лет. Зачем сейчас жить в шикарной квартире 38-метровой в Бутово, да, например, прекрасно ее, но зачем, если сейчас, прямо сейчас ты можешь себе позволить трехкомнатную квартиру в этом же районе или в другом районе, то есть там, где ты хотела бы когда-то, прямо сейчас ты можешь себе это позволить. Вот прибыли, которые приносят эти деньги. Вот для меня, понимаешь, я не понимаю, я правда не понимаю, зачем себя привязывать к своему жилью, причем добровольно, зачем втягиваться вот в эту вот, знаешь, гонку там по выплате вот этих денег, банку, да, поскорее мне выплатить, чтобы эта квартира скорее стала моей. Ну и что у тебя поменяется в жизни? Ну вот сейчас она, пока она у тебя в ипотеке, она принадлежит банку. Ты вроде там как живешь, пользуешься. Ты выплачиваешь эту ипотеку, вот она твоя, ура, или квартира досталась там по наследству. Ну и что, почему ты должен жить там, где выбрали жить твои родители или твои бабушка и дедушка? Ну почему тебе не отказаться от всего прошлого и не пойти в будущее с другими? Как реагирует аудитория в Инстаграме на такие посты? Ты же, ты же, а я, нет, я это знаю, расскажи. Это же значит, что... Так же, как и нас сейчас смотрящие люди, я думаю. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу? Да что думают? Конечно, разнесут сейчас пух и прах, скажут, что такого вообще не бывает, да где вы найдете, да страшно же. Ну понимаешь, люди, люди держатся за деньги. Если вот так вот глубоко вообще копать, люди держат... Самое большое это страх. То есть, может быть, люди бы со мной согласились, но они говорят, это единственное, что у меня есть. А если я сейчас проинвестирую, всё, а потом окажусь на улице с двумя детьми, это ей хорошо говорить, у неё там барахла и там квартир, машин, всего полно. Она на улице не останется, а вот мне, одной, маме, допустим, одиночке. Понимаешь, и вот здесь вот это страх. И я не могу сказать этой маме, что бросай всё нафиг, да, и вот инвестируй. Не могу я так сказать. Мама должна сама решить. Вот я в какой-то момент, ну, решила, что абсолютно точно я не буду держаться за деньги. То есть, для меня деньги – это всего лишь деньги, понимаешь? Это не цель, это не возможности, это не свобода, это деньги. Деньги просто равно деньги, ничего больше. Деньги есть – классно, денег нет – классно. Ну то есть, их всегда можно заработать. Всегда можно заработать, пока у тебя есть здоровье, руки, ноги. Вот, ну, давайте приведём к такому примеру. Возможно, у тебя была в опыте ситуация, когда, ну, вот, нет денег. Я предполагаю, что ты, ну, уж даже не помнишь таких ситуаций. Помню, я прекрасно. Помнишь? Конечно. Ну, вот в такой ситуации, сейчас в каком момент выгребаешь? Ди работай, ну, нет денег – иди работай. А что ты что делала в твоей ситуации? Что была ситуация? А что, а работай? Ну, что, что, я осталась, как бы, да, я была вот в этих самых метаниях, как многие ищут себя, каково же моё предназначение, какова моя цель жизни, какова моя миссия? Вот, знаешь, здесь вот эта грань между вот этими мечтаниями и реальностью, она именно в том моменте, когда ты уже больше не можешь жить так, как раньше. То есть я просто понимала, что я живу какими-то мечтами, иллюзиями, коллажами своими, мотивирующими лозунгами над столом. То есть это круто всё, замечательно, и работает, да, наверное. Но, понимаешь, бездействие – это не то, что ничто, а просто ты в один момент оказываешься в такой ситуации. Вот у меня это был момент, когда я разбила копилку, ну, потому что у меня не было денег. А брать в долг я, ну, категорически прям вообще не готова была у родителей, ничего, я жила одна, и я поняла, что какого фига вообще это происходит в моей жизни? Как так произошло, что я в жизни оказалась в такой вот ситуации? Вот как мне там… Я не маленькая девочка была, мне уже там было лет, ну, там 26-27. Как так произошло, что я вот так вот осталась у разбитого корыта, по сути? Хотя внешне всё было прекрасно, великолепно. Но вот эта точка, она поставила всё на свои места, я решила, что я так больше жить не буду, не хочу и не буду. Я всё взяла в свои руки и, знаешь, ну, начала просто хвататься просто за всё, вот просто за любую работу, вот не выбирать уже, знаешь, вот не вот в этом вот там, в своём предназначении, а просто то, что есть. И я начала вот просто фигачить, знаешь, я начала, я хорошо умела продавать, я к тому моменту написала свою книгу, знаешь, я так себе могла позволить целыми днями просто писать книги, там, размышлять, там, а читать, читать книги, писать книги, да, то есть размышлять о будущем. Но это всё не про жизнь, это не про, это не про результаты совсем. И я дописала эту книгу, я её быстро издала, и я начала продавать эти книги свои, сама начала свои первые книги продавать, начала активно что-то делать, там, начала, запустила свой первый вебинар, тогда это у меня были, начала свой блог делать, у меня не было денег, чтобы пройти какое-то обучение, Я бартером договаривалась. Ну, то есть какие-то вот эти схемы, которые вот прям реальные про жизнь. Хорошо, тогда переносимся в настоящее. Давай поговорим про инвестиции. Это тема, которая мне сейчас очень интересна. Вот говорят на рынке сейчас, какой средний процент доходности с инвестиций считается нормальным? Знаешь, вот на той же конференции выступали известные и уважаемые спикеры в теме финансов, финансовые консультанты. И финансовые консультанты сказали, что средняя доходность по рынку недвижимости нормальной, да, сейчас у нас в стране, это, ну, 5-6% годовых. То есть примерно на уровне депозитов. 10-12% годовых в рубля. И это уже высокорискованные стратегии. И здесь надо очень аккуратно и не всю часть денег, ну, как бы вот так. И ты понимаешь, каково вот мое ощущение? Вот представь, у меня средние доходы с моего портфеля 60% годовых. У меня аж прям внутри вот так вот. То есть, понимаешь, ощущение, что я как это, как вулкан такой. То есть, что во мне вот есть знание, которое не выражено. То есть, как бы оно выражается, но вот моя аудитория знает, о чем я говорю. То есть, мои 3 тысячи человек, которые у меня в закрытом сообществе, они понимают, они на себе это испытывают. А люди, которые как бы в другом, вот во всем мире в основном живут, потому что, конечно, я не могу пока объять необъятное, но вот для них вот это вот истина. То есть, 10% годовых это хорошо, 10-12%. А для меня у меня даже такой стратегии нет в портфеле, в принципе. У меня квартиры, которые дают 15% годовых, я их продаю прям срочно, потому что это очень низкая доходность. Потому что я знаю способ, как в низко рискованную стратегию войти, например, и получать 25-30% годовых, что в 5 раз больше, чем банковский депозит. Зачем, если у тебя есть такое знание, зачем класть деньги на депозит? Если близкие, то примерно те же самые. Да, 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 получается как бы странно. Хорошо, подожди, ну а почему тогда другие люди не знают эти стратегии, которые работают на этом рынке? Как вот, ты же, при этом ты же этим делишься, это же не какое-то секретное знание. Ну, во-первых, не все мне их считают, пока меня еще не все, но не все. И как ты сама находишь такие стратегии? И давай только примеры берем конкретно, чтобы вообще понятно. Да, примеров много. То есть, смотри, базовый принцип в том, что нельзя класть яйца в одну корзину. Все об этом знают, и все все равно. Значит, покупаем недвижимость. Ну, почему недвижимость? Ну, почему только одна недвижимость? Есть же доходные автомобили. Причем внутри самой стратегии есть масса вариантов. Можно отдать автомобиль в такси, можно в прокат, можно в каршеринг. И да, нас сейчас слушают люди, которые скажут, что вот сейчас она скажет такси, кто же купит потом у меня эту машину, она же вся будет потрепанная, заюзанная. Ну, вот я с людьми разговариваю, у которых в такси уже несколько лет, и у них уже есть опыт полного цикла от нулевой машины до потом перепродажи, и продается она за 50% от ее рыночной стоимости. Откройте Автору, посмотрите, трехлетние машины с огромным пробегом. Продают, ну, за 40% ты точно всегда продашь. Они заказкованные, и ОСАГО, все там есть. Нет, ну, понимаешь, нет такого риска, что ты можешь потерять все. Вот, понимаешь, высокорискованная стратегия отличается от низкорискованной тем, что высокого риска ты можешь потерять все. Вот вложила миллион, потеряла миллион, прям разом завтра же. А низкорискованная ты там, ну, 10% потеряешь, ну, 15%. Ну, надоест тебе сдавать машину в прокат, ну, ты ее просто продашь, просто как есть. Вот какая она у тебя есть, и все. Понимаешь, и вот мне кажется, люди, может быть, от своей лени, или от своего неверия, от боязни рисковать. Ну, почему? Люди же вообще много тем на поверхности, а люди, в принципе, в них не включаются. Почему? Ну, почему? Хотя все на поверхности. Всем же известны какие-то есть истины, да, и денежные темы. Все знают, что если ты хороший продавец, то ты нужен всем. Правильно? Все же знают об этом. А почему люди не становятся продавцами? Это не мое, у меня не получится. Некомфортно, да? А на самом деле за словами что стоит? То, что, ну, некомфортно. Чую, как попрошайка, буду звонить. Чую, обо мне подумать. Чую, дурак, что ли, какой? Я лучше себе поприличнее работу найду. Администратором салон красоты, например, да? Это же, ну, приличная работа. Но там есть определенный потолок, и ты никогда не будешь работать администратором, зарабатывать миллион. А продавец может зарабатывать миллион. И не важно, что продавать. Сначала ты продаешь Машу, потом ты продаешь Милу, послезавтра ты продаешь масло, а после-послезавтра ты продаешь себя. И здесь неограниченный, как бы, да, потолок денег. Ты же понимаешь? Да, 100%. То же самое в инвестиции. Я, кстати, первая работа, которую я пошла работать в найме после обучения, я пошла консультантом по газете в мой район. Они обещали научить меня продажам. То есть это был мотив, потому что я поняла, что если я пока не знаю, чем я хочу заниматься, то я хотя бы пока найду, да, пойду пока в продажи, просто научить продавать холодные продажи с улицы. Вот для меня также очевидна тема инвестиций. То есть они, я не скажу, что прямо они на поверхности вот лежат, но если немножко подумать, вот что может быть активом, который нужен всем. Трендовая тема шеринг. Шерь что угодно, да. Кар-шеринг, велосипеда-шеринг, да, байк-шеринг, это самокаты-шеринг, смарт-шеринг, когда гаджеты-шеринг, да, это же просто хитовая стратегия. Но люди вместо того, чтобы пойти попробовать, они что говорят? Они говорят, это пирамида, и это вообще их не существует. А вы не думали, что там, вот я провел расследование, 28 пунктов, почему они не верят в эту стратегию? Стратегия работы с апреля месяца, я уже вложила деньги, я их уже вернула, я уже повторно зашла, а люди все продолжают, понимаешь, обсуждать, что это не так, они уже начали франшизу продавать, понимаешь? А люди все, нет, это точно пирамида, нет, вот я тебе 100%. Ну, понимаешь, кто чем занимается, вот у кого какая роль просто в жизни? Кто-то обсуждает, да, почему это невозможно, и ищет какие-то подводные камни, а кто-то идет, вот знаешь, как в бездну. Почему я иду в бездну? Вот на самом деле это же бездна, потому что до меня, да, какие-то стратегии просто, ну, в принципе, никто даже не делал. То есть я сама прям прихожу к руководителям компании и говорю, эти деньги нужны? Он говорит, нужны. На что? Что можешь дать в качестве залога? Ну, то есть я пытаюсь прощупать модель, как она можно посотрудничать. Потому что у меня есть сообщество инвесторское, а у того человека есть запрос на деньги. И как можно вин-вин найти? То есть ты для своего сообщества ищешь какие-то сделки, куда можно вложить какие-то компании? Конечно. То есть, во-первых, я это делаю для себя. Мой корыстный интерес, потому что я это делаю для себя, а так как я представляю сообщество, я знаю, что у нас, ну, мы большим пулом сразу зайдем. Значит, можно договориться о каких-то, ну, других условиях, чем если бы я одна пришла. Слушай, кстати, как родилась идея создать сообщество? Все-таки сколько у тебя, допустим, это более трех тысяч человек? Как-то быстро даже, за год? Ты знаешь, это не просто люди, которые, знаешь, какие-то они избранные, помеченные, это те люди просто, которые прошли мое обучение по финансам или по инвестициям. У меня жесткий фейс-контроль, у меня причем самый дешевый продукт в районе 15 тысяч рублей стоит. То есть просто так не попадешь вот так вот, знаешь, типа я хороший человек, возьмите меня. То есть это действительно, это отобранные люди и пропущенные через мои курсы, и сообщество родилось, у меня идея сама, да, родилась в процессе деятельности. То есть у меня, как бы, моя сверхцель такая, да, задача, для чего все это я делаю? Я хочу иметь ограниченный пул людей, которым не надо будет ничего объяснять, которым не надо будет никак их уговаривать или там что-то как-то. Они тебя понимают с полуслова. И они сами говорят, вот только что у нас было, мы записывали интервью с моей клиенткой, она говорит, вот любые предложения, просто вот звони, пиши. Она меньше, чем за год сделала, плюс 400 тысяч пассивного дохода на инвестиции. Она зашла просто в 6 стратегий. Просто в 6 стратегий. Она говорит, ну вот у меня деньги с депозита я взяла, что они мне там на депозите, я лучше их вот разделю. Она экономист, она, знаешь, такая прошаренная тетка, то есть она прям, она все понимает, что, куда, как. Ну, ты представляешь, 400 тысяч меньше, чем за год. Это же реально каждому. Но все остальные, то есть вот в сообществе же тоже не все делатели, есть люди-наблюдатели, вот. Они все какого-то, ну, боятся, ждут какого-то вот, ну, случая, да, какого-то специального приглашения или еще чего-то. А для меня важно вот создать именно вот эту ячейку маленькую-маленькую, вот из всех отобрать, с которыми мы прям вот на одной волне появляется проект на, там, 30 миллионов зашли, на 100 миллионов зашли, на 200 зашли. То есть чтобы вот прям узким кругом, но чтобы не было вот этих вот, знаешь, первичных вот этих объяснений. Прикольно. Слушай, давай тогда сейчас поиграем в такую типа игру. Вот смотри, у всех есть разные финансовые возможности. Обычно, там, допустим, предположим, возьмем несколько ролевых моделей. Человек работает на работе, у него нет накоплений, например. Что, как выйти, ну, предположим, как выйти в инвестора, вот буквально там шаг-два. Задать себе вопрос, как так получилось? Вот, ну, все, все, посыпал голову, сейчас слушает нас, посыпал голову, пев. Друзья, кстати, если вы относитесь к этой категории, сейчас поставьте, пожалуйста, единицу, давайте посмотрим, кто нас смотрит. Работайте в нами, накоплений нет, но инвестиции интересны. Так, единичку, пожалуйста. Единичку, да. И, понимаешь, первое, что надо делать, надо научиться откладывать деньги, которые потом станут твоим капиталом для инвестиций. Сколько откладывать нормально? Ну, хотя бы процентов 10 от своей зарплаты. Вот со всех доходов, которые есть, у меня прям железное правило. Пришли дотации там на ребенка, да, например, там на маленького, пришли, не знаю, муж дал, какая-то подработка. Вот все-все-все источники дохода. Во-первых, их прописать, какие у тебя вообще есть источники дохода по статьям, да? А потом записываешь свои доходы? Я, конечно. Ты знаешь, сколько ты зарабатываешь? Конечно. Каждый месяц? Да, и сколько трачу, на что, и сколько откладываю. А ты, второе вопрос. Ну, друзья, я проходила ее курс. А ты знаешь разницу между расходами внутри бизнеса и твоими личными расходами? Или у тебя все в одном? Нет, у меня бизнес ведет вообще бухгалтер. То есть ты имеешься в бизнесе чистый просто доход? Ты знаешь, чистый вот сколько? В свое приложение по моим финансам я лично завожу чистые бизнесы. С этого бизнеса есть каких-то сторонних там проектов, да. Вот это просто ошибка у тех, у кого бизнес свой, они смешивают, знаешь, вот это. Нет, даже в бизнесе, во-первых, у меня в бизнесе есть партнеры. Во-вторых, в бизнесе есть иногда моменты, когда мы инвестируем, чтобы что-то сделать. То есть там своя система. Ну, так вот, если вы работаете по найму, то вам обязательно надо, вот сколько вам заплатили, 50 тысяч рублей, 5 тысяч отложить, это не твои деньги. Дальше. Вторая категория, друзья, ставьте двоечку, если вы относитесь к этой категории. Сколько-то накопилось, предположим, 300 тысяч или давай 500, до 500. Вот от 100 до 500 накопилось, лежат они на депозите под 6%. Что? Первое, нужно понять, что вы можете сделать конкретно с этими деньгами. То есть нужно узнать, а какие вообще есть варианты. То есть для этого нужно какое-то образование, обучение, то есть пройти какой-то курс базовый, да, посмотреть там в Ютьюбе, может быть, какие-то посмотреть варианты. То есть нужно понимать, какие вообще есть варианты. Может быть, для тебя такой придет к тебе, ты его куда к себе отправишь, на курс какой? Я скорее его отправлю на курс «Финансовая свобода», скорее на «Финансовая свобода», вот, потому что до 500 тысяч – это все-таки не очень большой ресурс, это раз, потому что когда ты начинаешь внутри вот этих денег делить, деление 20 на 80, то есть 20 – высокий риск, 80 – низкий риск, то у тебя получится, что на 20% всех денег – это всего 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей проинвестировать, ну, ну, это надо поискать. То есть есть одна-две стратегии, но их очень мало, а в низко рискованные 400 тысяч. Ну, смотрите, цены на квартиры даже там, ну, они как бы вообще другие. Вот, второй момент, помимо, да, обучения там, это все хорошо, второй момент – это надо пойти в банк и узнать, какой у тебя есть ресурс, то есть дают ли тебе кредитное плечо. Потому что делать деньги на кредитных деньгах – это просто, это сам Бог велел, и у нас в стране совершенно замечательные условия, хоть нас критикуют и так далее, но 10% годовых ипотека – это очень дешевая ипотека. Потому что если ты знаешь, как на этих 10% сделать 25%, у тебя уже дельта 15% получается. То есть мне недавно буквально поступило предложение, ребята умеют строить коттеджные поселки, умеют их продавать, эти дома, но им нужны деньги для развития. То есть ты вкладываешь, например, полтора миллиона, ты заходишь, покупаешь дом, который будет строиться, а они тебе дают в качестве залога, что точно они тебе вернут, да, твои деньги плюс еще проценты, они тебе дают дом стоимостью 3 миллиона, который будет построен прям под ключ уже в продаже. Соответственно, ну, ты ничем особо не рискуешь, но тебе нужно это полтора миллиона, если у тебя нет наличных полтора миллиона, ты смотри, ты же можешь зайти ипотекой, взять ипотеку на строительство дома, Сбербанк такой дает, не все банки. И ты заходишь деньгами в 10%, а получаешь 30% годовых, то есть ты дельту 20% ты кладешь себе в карман, это новые деньги, которых не было бы, если бы ты не взяла кредит. Но нужно знать, то есть прежде чем брать кредит, нужно понимать, что ты будешь делать, опять же, владеть этими стратегиями. Я как такой осторожный инвестор сразу спрашиваю, а вот, наверное, здесь упирается вопрос гарантии, что эти ребята построят, да? Да нет гарантии, ну, то есть смотри, нет гарантии. Нет, 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 не в этом дело вообще. Я просто знаю, вот я знаю по твоему опыту, что у тебя же были сделки, которые были, ну, как-то не тоже негативные. Вот объясню, смотри, это не должна быть одна стратегия, когда у тебя одна стратегия, ты заложник этой стратегии. Вот если бы у меня было все мои деньги, кредитные в том числе, были взяты только по два вот этих объекта, да, СУ-155, которые я взяла, и в итоге которые не достроились, и ключей до сих пор нет, то, конечно бы я, ну, мне нечем перекрыть, если у меня нет активного дохода, то получается я в минусе, но стратегий должно быть несколько, понимаешь, и даже если у тебя какая-то с кредитными деньгами, ты боишься, я вот в трусих страшно, то есть я действительно, я боюсь, вот, и поэтому я именно делаю несколько стратегий, потому что я боюсь. Не потому что я такая молодец активный инвестор, а потому что я боюсь, я боюсь, знаешь, оказаться в минусе, боюсь, что... Ну, то есть у меня основное правило, все, что я делаю, мне всегда в плюс, у меня бизнес всегда в плюс, любой бизнес-проект у меня всегда в плюс. Я не представляю, как можно быть в минусе, потому что ты заранее, ну, прощупываешь, если не так, то так, то если не это, то план Б, план С, план Д. Вот здесь то же самое И чем больше у тебя, ну представь, у тебя не один источник дохода, а 10 Даже если с одним что-то случается, у тебя остальные 9 есть Слушай, ну а сколько времени уходит на то, чтобы контролировать, делать документы? Нету на это время Поэтому я изначально выбираю такие стратегии, которые будут абсолютно на пассиве работать Абсолютно, то есть мне не надо будет приезжать делать ремонт Мне не надо будет приезжать кому-то задание давать, не надо Один раз ты просто принимаешь решение, заходишь в эту стратегию И все, и дальше там есть управляющие, там есть те люди, которые все считают и так далее Мне бухгалтер и юрист, они мне только договор готовят и все, которому подписываем Или проверяют договор, который мне присылают с той стороны Все, я просто получаю ежемесячно деньги Но время на то, чтобы получить деньги, посчитать их и не занести в табличку у меня есть Это одно из любимых занятий, пусть оно будет Хорошо, от миллиона до трех Цифру три поставьте Цифру три поставьте Те, кто относится к категории, что вот у вас Они не поставят цифру три Знаешь, я такой вопрос провожу Мне сразу почему-то вот на этот вопрос мало кто отвечает Потому что в России есть такая тема Деньги любят тишину Придут, все отберут Сообщенно стучат в налоговую Тут же придет проверка Ты поставил под ютубом видео, ты поставил цифру три Обоснуй, откуда у тебя эти деньги На самом деле здесь, если такие есть ресурсы уже побольше Здесь уже просто простор для деятельности больше То есть принцип тот же самый Диверсификация 20 на 80 Но ты знаешь, с кредитами и деньгами интереснее все равно То есть хорошо, даже если у тебя есть кэш Хорошо, если у тебя есть 10 миллионов лежат Но гораздо интереснее делать деньги из новых денег И это большая доходность Ты умный инвестор становишься То есть так ты, ну что, три миллиона есть О, пойду квартиру куплю Пошел, купил квартиру, вот все твои инвестиции А так ты можешь, например, у тебя есть три своих И еще три ипотечных, хотя уже шесть И ты уже думаешь, а как поумнее распорядиться этими деньгами Мы только что вот сейчас с клиенткой считали, что она сейчас с шести стратегий Зарабатывает, допустим, 400 тысяч ежемесячно А если бы она взяла деньги в ипотеку эти То есть у нее стартовый капитал был 7 миллионов Но если бы она эти деньги взяла бы в ипотеку И платила бы за них 10% годовых А средний портфель у нее 43% годовых Она бы имела 33% годовых на чужих деньгах То есть это в деньгах, например, был бы суммарно за год минус миллион То есть она бы получила просто на миллион меньше, чем она сейчас получает Но это вообще новые деньги А те 7 могли бы лежать вообще неприкосновенно Понимаешь? Вот, поэтому, конечно, не всем дают такие ипотеки И все равно для людей это двойной риск Все-таки зайти в ипотеку, в том, в чем не очень понимаю Но вот я для себя когда-то приняла решение Что я даже не буду разбираться в тех вещах, которые я не понимаю Ну серьезно Ну вот так, смотри, вот если я хочу решить какой-то вопрос Мне нужно, например, продвинуть свой канал на YouTube Я не буду сама сидеть анализировать, как это делается Я не буду сидеть смотреть видео на YouTube, как это делают другие Я не буду других спрашивать Я пойду найду самого лучшего специалиста, которого я себе могу позволить на сегодняшний день И отдам все ему И он мне скажет, вот надо делать так Я скажу, окей Я даже спорить не буду Это как фотограф, которая тебя фотографирует Я не буду спорить, как меня надо фотографировать Потому что на данный момент он здесь главный Он профессионал, я ему отдаюсь То есть получается, если мы говорим про то, что человеку нужно создать вот это кредитное плечо Ему нужно найти хорошего кредитного специалиста Ну не кредитного, ему нужно, понимаешь, ему в целом нужно определить свои стратегии Он сам хочет в этом разбираться и сам делать Либо он готов найти просто человека, который бы ему порекомендовал, открыл окно И рассказал, какие вообще есть варианты инвестиций Я, например, человек, я человек консультации Я вот с удовольствием заплачу человеку денег Сто процентов, да И за час времени И за час времени я получу все, что другие будут проходить в течение двух месяцев Но у меня есть, конечно, курс по инвестированию Я провожу марафоны, которые стоят там 3-5 тысяч рублей Которые, ну, любой может пройти И там даю очень много того, что вот на первый год точно хватит Каким бы ты новичком и там вообще не финансистом ты был То есть абсолютно любой человек это может освоить, я говорю нормальным языком и по-простому Но здесь дело даже не только в том, что тебе скажут, чему ты научишься А дело в твоей личной, ну, какой-то ответственности То есть когда ты говоришь, блин, да, я понимаю, что вот надо, есть область, которую я не знаю Но при этом, да, я готов этому научиться, но я открыт А не то, что я сижу такой, ну, что вы мне тут предложите, давай там Или давай, вот, Мил, скажи, я там сейчас тебе дам баблосов, давай, иди, проинвестируй там за меня Ну, ответственность все равно на самом человеке Я действующий инвестор, я сама, вот, я сама, я могу тебе просто рассказать, что делаю я Куда я кладу свои деньги, а ты уже можешь просто повторить то, что делаю я Плюс я делаю инвест-конференции, да Где вот любой желающий может прийти просто послушать, какие вообще есть варианты Я их ищу для себя и для своих, вот, можно присоединиться Кстати, а вот с точки зрения именно личного бренда, вот, опять же, еще один из видов продуктов, которые создала Вот, недавно они начали такие масштабные проходить инвест-конференции Да Вот, как они родились и что они тебе дают в итоге? Слушай, ну... Создание события, по сути, имени себя, то есть Я со своим... это не про меня, на самом деле, а это про... Ты как организатор? Ну, то есть, знаешь как, я скорее от обратного, то есть я смотрела, что мне не нравится вот в таких больших событиях Так Вот у тебя есть что-то, что тебе не нравится в больших конференциях, вот, когда ты куда-то приходишь, тебя приглашают на мероприятия, ты сидишь, слушаешь, вот как приглашенный гость Вот что тебе не нравится? Ну, знаешь, как правило, я люблю события, бывает, мне нравится, что есть спикеры, которые там явно быть не должны, они не заходят Мне не нравится, что нет нетворкинга, слишком много новых, лишних, не новых, а лишних людей Я больше люблю события, на которых можно повзаимодействовать как-то, когда я люблю выезжать, например Со своей темой А мне не нравится, когда воду льют Вот знаешь, когда ты сидишь и ты не понимаешь, что вообще этот человек, почему, как он оказался на сцене И почему я трачу время своей жизни сейчас вот на этого человека Вот это мне прям категорически не нравится, это возмутительно, я считаю Потому что, ну, как так, тебе заявили, да, что это будет, например, конференция, не знаю, там, по финансам, да Ты приходишь, а тебе человек вообще там начинает фасилитировать и говорит, возьмемся за руки друзья Ну, то есть это, при чем тут это? У меня ожидания не совпадают с реальностью, мне вот это вот совсем не нравится Поэтому я решила, знаешь, поступить таким форматом, что у меня будут конференции, которые будут вообще другие То есть у меня нет вообще воды, у меня нет тем общих, у меня есть четкое по делу Вот ты приходишь, и у тебя прям спикер за спикером, каждый говорит, я классный эксперт в доходных сайтах Я покупаю сайты, я их там оптимизирую и продаю дороже, можно зарабатывать кэшфлоу на сайтах Другой говорит, а я специалист крутой в ипотеках, могу одобрить любую ипотеку, делаю я это вот так вот, можете приходить ко мне Третий говорит, а я разбираюсь в драгметаллах, там, можно инвестировать вот так, 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 вот мои кейсы, хотите приходить? Знаешь, и у тебя каждое выступление, ты вот так вот с открытым ртом сидишь, и ты уже не знаешь, а, и сюда хочу, и туда хочу, и сюда И вот, понимаешь, и у тебя прям аж распирает, потому что ты прям пришел за этим, ты пришел получить конкретно, то есть там нет, знаешь, говорильщиков хороших Которые просто круто выступают Там есть люди, которых вообще никто не знает, но они крутые специалисты, и они берут твои деньги и дают тебе, благодаря им ты зарабатываешь Ну, то есть, грубо говоря, так как ты сама находишься в поиске стратегии, ты находишь таких людей, зайдешь на конференции У меня абсолютно практическая конференция, но у меня есть, конечно, нетворкинг, у меня там прекрасный вип-ужин, вот, где у меня вот на последней конференции почти 150 человек У меня только на вип-ужине было, это, у нас там даже один из спикеров там Арию исполнил, ну, то есть мы там, знаешь, раскрываемся, там у меня фокусники были, ну, то есть прям классно Группа пела, и все общались, дружились Хорошо, в завершении нашего интервью мы недавно делали как раз большую конференцию, где каждый человек-бренд делился таким понятием, как майндсет Ну, вот, по сути, не знаю, способом мышления, который его сделал Вот в процессе нашего интервью ты много продемонстрировала аспектов, как ты думаешь в той или иной ситуации Но вот я бы спросила так, а что ключевое, вот, какая ключевая идея, которая тебя сформировала, вот такой, какой ты есть Вот что это может быть, какая-то, может быть, какая-то ценность, или какая-то фраза, или какая-то, вот, какой-то принцип, который вот реально помогает тебе каждый день быть тобой Знаешь, я стараюсь как можно большее количество времени быть, не фокусироваться Быть в пространном, то есть не разглядывать детали в том, что я делаю Не идти к конкретным деталям, а быть везде и быть нигде Как все успевать, быть везде и быть нигде Жонглировать делами, не фокусироваться на одном деле Для того, чтобы оно было хорошо выполнено, не обязательно его рассматривать в деталях Ты можешь его подбросить и одним глазом на него смотреть, а параллельно видеть второе дело И оно у тебя уже в руке второе, но ты то держишь И третье, и четвертое, и пятое И, понимаешь, вот эта вот нефокусировка ни на чем и на всем одновременно Если понимаешь, да, чем я говорю, то вот она мне позволяет Вот и с одной стороны быть во всем и делать то, что я себе физически даже не могу представить Как можно вообще уместить все в одном Я думаю, что женщины Многорукие Да, многорукие, шивые, они сейчас понимают, о чем речь идет, да? А я думаю, что мужчины сейчас делают так Без фокусировки, ты знаешь, как можно меньше обдумывать Визуализировать, мечтать и представлять То есть все наоборот, чем вот как бы я даже училась и читала сама, вот что я узнавал Как это так, да? Ну вот, наверное, пожалуй, вот эти вещи То есть без узнавания, без лишних вопросов, без лишних вот метаний внутри А больше про ясность и вот такой вот, знаешь, меньше страха в жизни То есть когда ты, ну как бы понимаешь, ну, то есть ничего не страшно Пусть будет так, а может быть и так У тебя нету рамок, у тебя нету какого-то вот определенного плана или видения Ничего нет То есть ты делаешь, потому что ты делаешь Ты идешь, потому что не можешь не идти Мне такое смутное ощущение, что Мила сейчас разрушает стереотип о том, какой может быть инвестор Потому что многие люди предполагают, мне кажется, есть такое видение, что инвестор, от которого проценты всякие плечащие Да, я должна быть сейчас таким, дядя, мне очки нужны, я должна сейчас блокнотиком Так, дорогие друзья, сейчас мы с вами посчитаем Друзья, так как у нас это период, новогодний выпуск Я надеюсь, что именно знакомство с Милой, именно в таком формате Именно вот эти принципы ее майндсета, это то, что может вам в следующем году дать больше результаты, чем те, которые у вас были раньше Ведь на Новый год мы что делаем? Закадываем желания Желаем что-то, планируем как раз-таки, да? Подводим итоги предыдущего года и ставим планы на новые Что бы ты пожелала? Я бы пожелала не ограничивать себя ни в чем Я бы пожелала позволить себе, позволить себе все Почему бы и нет? И, конечно, у нас для вас есть подарок предновогодний от Милы Все очень просто, вам нужно обязательно лайкнуть это видео Вам нужно под этим видео, в комментариях написать ваш главный инсайт, что вас удивило, поразило или что вы сделаете теперь после этого интервью в своей реальности в направлении финансов, инвестиций, собственно дела или той сферы, в которую вы захотите это приложить Пишите комментарий и ровно через неделю мы рандомайзингом выберем победителя, который получит Получит бесплатное участие в моем курсе, в флагманском курсе «Финансовая свобода» на пакете «Финансист», который у меня стартует уже совсем скоро, 4 февраля Это двух с половиной месячный онлайн курс, там 9 уроков, куча бонусов Этот курс веду я лично и этот курс, который поможет вам расставить все точки над «и» в плане финансов и вообще личных сбережений, накоплений, построите свой личный финансовый план и, наконец-таки, будете всегда жить в плюс, чтобы деньги у вас были всегда Отлично, вот с таким и пожеланием мы провожаем старый год и скоро будем начинать новый год Давай чокнемся чем-нибудь Чаем нашим, я тебе могу налить Клюк на имбирном чаем